Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно Илон Маск и Марк Цукерберг рассказали о том, как они видят будущее мира через 10 лет. Мы решили не отставать от подобной тенденции и сегодня у нас в гостях всем вам хорошо известный Сергей Анатольевич Сибиряков, российский экономист и политик, один из самых первых сподвижников и преданных делу людей. Сподвижников, естественно, Анатолия Эдуардовича Юницкого. Добрый день, Сергей Анатольевич. Во-первых, как вы оцениваете качество футуристических прогнозов Цукерберга и Маска? Ну, с точки зрения, я давно занимаюсь уже прогнозом и анализом, поэтому с точки зрения классической футурологии это нельзя назвать таким прогнозом. Это больше можно назвать анализом и перспективами развития тех технологий, которыми они занимаются. То есть это больше пиар собственных проектов, чем… Ну, пиар – это все-таки слово сейчас уже больше с таким не отрицательным. Это действительно просто описание возможности своей технологии. И Марк Цукерберг, он описал… Кстати, вот очень могу привести такой пример, который действительно очень серьезно произвел впечатление о том, что то, что делает Марк очень серьезно. Вот Виктор Бабурин недавно был в Танзании, и что он интересно заметил, что даже если у человека отключен интернет, он не платит, то Facebook все равно работает. То есть это бесплатный интернет, через Facebook все равно поставляется, можно писать, получать. И фактически сейчас Марк Цукерберг поставил, он недавно дал 10 направлений своей компании работы. То есть его задача – это чтобы интернет был у каждого бесплатный, доступный в любой точке мира. И, соответственно, исходя из этого, он описывает, как будет выглядеть жизнь человека, когда будет везде бесплатный Wi-Fi, бесплатный интернет, и какие возможности это будет представлять. С точки зрения футурологии это уже сегодня неинтересно. По-моему, сегодня никому не возникает сомнений, что если за последние 25 лет, с тех пор, как мы услышали слово интернет, компьютер, Facebook, Microsoft, Steve Jobs и так далее, и так далее, как это бурно развивается, и сегодня уже нет сомнений, что это будет дальше развиваться такими же быстрыми темпами, и будет еще больше возможностей. То есть это просто перспективы развития технологий, это не футурология. Хорошо, но вы, как известный футуролог, все-таки, может быть, расскажете нам, какие изменения произойдут в области транспортной инфраструктуры. Как известно, на протяжении последних десятилетий практически все страны мира инвестировали недостаточно в инфраструктурные проекты, которые обладают такими интересными характеристиками, как создание краткосрочной перспективы дополнительных рабочих мест, а в долгосрочное повышение производительности. И согласно исследованиям института McKinsey Global Institute, для того, чтобы хотя бы соответствовать планируемым показателям роста мировой экономики, всему миру необходимо увеличить ежегодные инвестиции в эту сферу с 2,5 триллионов до 3,3 десятых. Очевидно, что у нашего проекта блестящие перспективы. И каким вы видите через 10-15 лет мир со Skyway? Ну, институт McKinsey, мы с ним очень плотно, во всяком случае, следим за его работами. И первый раз, когда он выпустил очень такой серьезный доклад в 2012 году, мы тогда первый раз увидели, то есть это анализировали с Анатольевичем Юницким, с Виктором Бабуриным, тогда первый раз увидели, что то, что мы делаем, реально ложится в очень серьезную аналитику. И McKinsey тогда представили очень серьезные данные по развитию, по тому, какие месторождения будут развиваться, какие территории будут основываться, какие технологии для этого нужны. И мы тогда увидели, что то, что мы делаем, это абсолютно ложится в такую мировую аналитику. Поэтому мы с тех пор их стали очень серьезно уважать, мы с ними общаемся, переписываемся, даже участвуем сейчас в ряде проектов, где они уже выступают экспертами. Это вот было первое начало. Сегодня, в 2016 году, они сделали следующий доклад. И я могу сказать, что, наверное, равной аналитики в мире сегодня нет. И опять мы сегодня видим, и что самое главное мы сейчас увидели в этом докладе, это то, что они уже в цифрах описали то, что мы делаем. То есть реально они сегодня уже сделали финансовое очертание того, что ожидает Skyway и что сегодня будет в будущем за Транснетом. И это десятки, сотни триллионов долларов. И они как раз показали, какие территории будут развиваться, куда будет инвестироваться, почему это сегодня востребовано. Они не дают ссылку на технологию Skyway. Они просто говорят, что сегодня будут вот такие требования к технологиям, вот такие требования к компаниям и определенные требования к развитию целых стран. И здесь мы уже со своей точки зрения можем сказать, что они описали то, что мы делаем. И я абсолютно уверен, что следующий доклад, они их делают где-то в 4-5 лет, уже будет абсолютно соизмерен и сопряжен с Skyway. Потому что к этому времени мы уже выходим на демонстрацию, на запуск первых адресных проектов. И более того, я могу сказать, что это не то, что совпадение, а именно тренд уже, который есть. Что многие проекты, которые мы сейчас выбираем, именно это то, что описывает Маккельзи. Первое, что они дали, это нехватка железной руды и каменного угля. Именно коксующегося угля, потому что металлургия сегодня требует новую рудную базу. И проекты, которые мы сегодня разрабатываем, первые проекты, которые это монгольский тавант Алгой, это боливийский мутун, это ряд месторождений в Австралии, именно каменный уголь и руда. То есть следующее направление, которое они дают, это, конечно же, обязательно цветные редкоземельные металлы. Без этого нельзя развивать ни электронику, ни потребление, ни вообще бытовую технику сегодня. И что они еще дали в 2012 году, а сегодня подтвердили, институт, что все месторождения, которые есть, они в труднодоступных месторождениях. И нам надо именно в трудных местах, потому что легкие месторождения уже выбраны с помощью железной дороги. И сегодня нужны огромные инвестиции для того, чтобы приходить в другие месторождения. Мы как раз с технологией Skyway отвечаем на эти вопросы. И как раз везде показано, что основное преимущество технологии Skyway, именно инженерной школы Юницкого, что она может решать те задачи, которые не решает традиционный сегодня транспорт. То есть во всех этих новых, скажем так, на всех этих новых месторождениях будет использована рельсиструнная технология? Да, то есть другой технологии с точечным опиранием и с большими пролетами сегодня технологии нет. И здесь я уже могу сказать, что я много общаюсь с Юницким, очень много у него беру. И буквально вот мы вчера или позавчера общались с крупными инвесторами. И он ввел еще абсолютно... Они были из Судана, которые представляют там и Судан, и Саудовскую Аравию, Катар. И прозвучал очень новый термин, но абсолютно мне понятно, что Анатолий Варчий вот сейчас начинает использовать уже с точки зрения продвижения технологии. Что, по сути дела, Skyway — это технология освоения территории. То есть куда приходит транснет и включает... Сегодня месторождение Мутун, которое находится в центре латиноамериканского... Оно никому не интересно. Но как только туда придет Skyway, мы сразу включаем это месторождение в мировую систему, и оно начинает в экономическом обороте. Это можно привести пример, как вот телефон, если он не включен в сеть, это ну как хорошая игрушка, то есть фотоаппарат, видеокамера. Забивание там гвоздей можно использовать. Ну можно, да, можно гвозди, можно играть там, так сказать, в карты. Но как только мы его включили в мобильную сеть и в интернет, это становится входом в интернет, это становится в новую жизнь, это начинается новое качество. Вот точно так же сегодня транснет и любая территория, любое месторождение, любое предприятие, если она включена в сеть транснет через струнные технологии, у него одни перспективы. Если это не включено, то это просто как интересная потенциальная может быть игрушка. Спасибо большое. Интересно ваше мнение через 10-15 лет. Будет ли уже создано общепланетное транспортное средство? УТС, общепланетное транспортное средство, я могу сказать, что… А то, что разработки Юницкий будет вести, я не сомневаюсь. Да я абсолютно уверен, что он уже сейчас ведет. Я имею в виду конкретное уже проектирование. Но понимаете, мы 15 лет назад, то есть я подключился к команде Юницкого где-то уже 17 лет назад, а вот 16 лет назад мы начали строить первые опытные демонстрационные образцы, которые показали существование возможностей вообще самих-то струнных технологий, когда путевая структура весом меньше 100 кг выдерживает подвижной состав. У нас знаменитый ЗИЛ-131, который бегал именно как лаборатория и показывал возможности технологий. И он же как раз дал концепт именно сам бренд Skyway, потому что фотографии ЗИЛа на проводах на фоне облаков как раз это и дал бренд и название Skyway. Так вот, тогда мы были уверены, что после демонстрации этого стенда у нас будет очередь от Озера до Кремля, и все будут приходить. Но к неожиданному нашему удивлению такого ажиотажного спроса на технологии не последовало, хотя бы были там огромное количество делегаций, репортажей и так далее. И только сейчас стало понятно, что в 2000 году интернет как среда, он еще не сформировался. И поэтому Transnet, следующая сеть, которая идет уже в развитии интернета, она не могла опередить. И вот с путя 15 лет, сейчас можно сказать, что интернет как среда сформировался, без этого не может жить уже ни один житель Земли, что то количество сервисов через приложение, которое дает сегодня смартфон, он качественно меняет нашу жизнь. Соответственно, сейчас началось формирование Transnet, то есть транспортной сети, которая будет опоясывать всю Землю, и через 10 лет, я могу сказать, Transnet будет строиться миллионами километров в год. Миллионами. То есть общий объем сейчас трудно оценить, это абсолютно экспертная оценка, то есть здесь ее можно столько сравнить, что если сегодня общее количество автомобильных и железных дорог ориентировочно около 68 миллионов километров на Земле, то можно сказать, что трасс Transnet на основе струнных технологий инженера Юницкого, их будет больше. То есть это будет больше 60 миллионов километров, то есть я думаю, что в пределах 100 миллионов. Естественно, что это будет построено не за год, не за два и даже не за 10, но то, что через 10 лет будет отчет, и мы с вами каждый день будем в новостях слышать, где развиваются трассы, где это строится, и эта сеть будет Землю покрывать очень быстро. И Transnet, можно сказать, что он оформится тогда, когда он замкнется. То есть когда будет все сеть вокруг Земли, и из любой точки в любую точку без пересадки можно будет проехать, вот тогда можно сказать, что Transnet сформировался. Туда уже реально, как я понимаю, границы между государствами будут чисто формальностью. Да, абсолютно. Тогда и возможно будет строительство общепланетного транспортного средства. Да, абсолютно. И здесь как раз полное, когда мне задают вопрос, а что же будет с таможнями, с государствами, с визами и так далее, я сразу задаю вопрос, друзья, а кто по старшему поколению, вы помните, что такое в 90-м году, допустим, позвонить в Израиль родственникам? То есть какая-то была мероприятие, еще могли не разрешить же позвонить. Не у всех будем в Израиле родственникам. Допустим, в Германию. Я просто люблю приводить Израиль. Поэтому сегодня это выглядит смешно, потому что я кому должен задать вопрос, чтобы набрать, позвонить по скайпу, увидеть и так далее. То есть этот процесс работает очень... Вот точно так же Transnet. Как никто не мог в 90-м году предположить, какие возможности даст интернет, смартфон, компьютер, GPS. Точно так же сегодня мало кто понимает, как изменит жизнь Transnet. И почему я сегодня с некой улыбкой смотрю на этих футурологов? Потому что они описывают жизнь. Вы имеете в виду Маска и Цукерберга. Ну и Цукерберга, и Илона Маска, и даже Курцвелла. То есть это знаменитейший, наверное, сегодня считается из футурологов в первой пятерке. Это технический директор Гугла, который дает такие очень мощные прогнозы на будущее. Даже его очень многие прогнозы, которые сегодня связаны с искусственным интеллектом, с чипом в голове и так далее. У меня это вызывает только улыбку, потому что когда начинался интернет, вот вы вспомните, в 90-м году было очень много страшных прогнозов. Фильмы Голливуд снимал про какого-то там SkyNet, там что-то сеть, которая... А все свелось к тому, что есть смартфон, который дает очень много функций, которые сегодня используем. То есть я сегодня за 2 минуты могу купить билет на самолет из любой точки в любую точку, могу забронировать гостиницу в любой точке мира, могу связаться с детьми, могу... В общем, сами знаете, 2 миллиона приложений, каждое приложение что-то дает. И это функция смартфона. Это становится все удобнее и удобнее. И оказывается, что это то, что дает интернет. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, вот от глобальных перспектив хотелось бы перейти к перспективам каждого отдельно взятого человека. Я думаю, всем нашим зрителям, всем тем, кто поддерживает наш проект, интересно было бы увидеть описание его дня через 10-15 лет, когда уже Skyway распространился по всему миру, когда, ну, возможно уже по разным прогнозам, 2 трети работ делают роботы. Это значит, что, на мой взгляд, я не сильно большой футуровок, но, может быть, не надо будет работать 8 часов в день, может, достаточно 2-3 часа в день отработать, а остальное время посвятить чему-то приятному, отдыху. Тогда, возможно, отпадет необходимость в ежегодном отпуске. Ну, зачем тебе ездить на месяц в отпуск, если ты каждый день, допустим, полдня можешь где-то отдохнуть или вообще работать в своем юнибусе или юнибайке? То есть много всяких мыслей. Вот, пожалуйста, смоделируйте один день пользователя Skyway через 10-15 лет. Ну, давайте мы здесь, ну, там, фантазировать или придумать каких-то цифров. Есть данные ООН, есть исследования, которые показывают, как раз, что через 10-15 лет рабочая неделя для среднего человека будет 3-4 дня и рабочий день не превышать 6 часов. Это уже статистика и это уже цифры, на которые опираются все. То есть они как раз показывают все тенденции, о чем вы говорите. Все будет, скажем так, разделяться на 2 категории. Люди, которые будут постоянно в работе за счет информационного поля. То есть неважно, где вы находитесь, вы постоянно на связи, вы делаете. И второе, это то, где будет такой челночный метод, где вы приезжаете, допустим, на месторождение, отрабатываете там неделю-две, после этого месяц у вас отдыха, где вы занимаетесь с семьей, путешествием и так далее. Это уже традиционный, то есть это даже сейчас не прогноз, это уже общепринятая, скажем так, тренд или концепция. А вот дальше то, что действительно, как вот задали очень интересный вопрос, и то, что действительно является футурологией. Ну, помимо того, что Юницкий, там еще, когда я с ним познакомился, и для меня шок был первый, когда он сказал, что через 30 лет вся индустрия будет вынесена в космос, и вся металлургия и нефтехимия будет производиться за счет солнечной энергии на орбите. Безос недавно поддержал его идею. Да, это как раз, это сегодня просто становится очевидным. И то, что раньше было предсказанием, или вот именно какой-то фантазией, ну, так как в свое время Константин Эдуардович Циолковский, который дал ракетную технику, движение, только сегодня стало очевидным, что другого пути не было, и поэтому у него признание, у него академия, его именем названо, и сегодня это считается ведущей прогнозистой футуролог мирового масштаба. Точно так же, когда Юницкий, там, 30 лет назад, когда он проводил первую конференцию о неракетном расстоянии космоса, это казалось тогда чуть ли не крамольным, когда ракеты и наши спутники бороздят космическое пространство. На сегодня это становится очевидным, и когда дальше я уже от Юницкого узнал именно о технологии, струнных технологий, потом Skyway, то, по сути дела, моя работа, я долго это называл макроэкономическим прогнозом, сегодня как раз это все-таки перешло больше в область футурологии, то, по сути дела, мы просто рассказываем возможности технологий. То есть, если провести аналог, то как в 90-м году, зная уже, как развивается интернет, что такое смартфон, что такое Google, я рассказываю именно бытовое применение, каким образом будет делать. Вот это я и попрошу, вот бытовое применение. Вот человек через 10-15 лет проснулся, что он делает, как его жизнь связана со Skyway? Ну, мы всегда для того, чтобы понять, мы делаем аналогию с сегодняшним днем, вот что сегодня делает большинство молодых людей, или там вообще человек, который первое, что он сегодня встает, даже, наверное, прежде чем чистит зубы или выпивает стакан воды, он открывает либо ноутбук, я лично открываю смартфон и смотришь. Я открываю глаза. Скажем, после того, как открыли глаза. Или одновременно. И мы с вами начинаем. То есть, что такое открытие смартфона? Это вы вошли в сеть, то есть, вы включились в информационное пространство, а дальше, дальше уже в зависимости от специфики. Кто-то смотрит курс акций, кто-то смотрит курс доллара, кто-то смотрит цену на нефть, кто-то смотрит переписку в Фейсбуке, в Одноклассниках, то есть, во всяком случае, сразу начинает получать информацию, там, новости, и этот процесс уже идет беспрерывно. Потом, если вам надо лететь, вы покупаете билеты, то есть, это сегодняшний день. Это сегодняшний день. То есть, это обязательно надо понимать, что делать. Значит, через 10-15 лет, так же, просыпаясь, почистив жул, вы садитесь в свое кресло, рабочее кресло, оно очень эргономичное, очень удобное. А где оно? С массажем? Да, оно стоит за вашим рабочим столом, это ваше рабочее пространство. Работаю я дома. Работаете вы дома в своем пространстве. И дальше у вас есть, то есть, помимо того, что у вас есть абсолютно неограниченный интернет, то есть, в отличном качестве вы можете общаться в видеосигнале, в онлайне с любым миром, передавая неограниченное количество информации. То есть, в среднем у вас будет 3-4 экрана, которые могут работать онлайн одновременно, видеосигналы. То есть, это делается, что на одном вы можете там ввести, ну, там, какую-то информацию получать, в другом вы общаетесь со скайпом, там, видеосигнал. Третий вы ведете там какой-то мониторинг вещей. Вот в среднем сегодня ученые установили, что более 4-х экранов одновременно человек ввести вряд ли сможет. Вот представьте ваше рабочее место, у вас 4 экрана, очень удобный стул, который вам делает массаж, он может раскладывать, сделан именно под вас. И дальше у вас возникает необходимость, допустим, в Париже встретиться с вашим партнером. Это то вы даже не нажимая на кнопку, а говорите, что в 16.00, а вы, допустим, находитесь в Минске, и это 9 утра, вы говорите, что своему помощнику, который находится рядом с вами, электронному помощнику, вы ему говорите, что, уважаемый, в 16.00 я должен быть там, ну, допустим, там, в районе, не знаю, там, арки в Париже. У меня там встреча в таком-то кафе. И все, дальше вы занимаетесь своими делами, а в это время, чем отличается транснет от интернета, ваше кресло поднимается вместе с вами, начинается перемещаться, и ровно в 16.00 оно стоит рядом с Триумфиальной аркой, рядом с тем кафе, в котором вы вышли и лично пообщались, если у вас недостаточно просто общения по интернету. То есть это бывает такой момент, что бывают личные встречи, когда надо познакомиться. То есть это я вам описываю. Дальше вы пообщались, там, допустим, попили кофе, и, допустим, у вас семья на побережье Черного моря или, допустим, Красного моря, и вы говорите, а вечером я хочу с детьми сегодня там искупаться в таком-то бассейне. Опять садитесь, работаете, общаетесь, и ровно в такой момент ваше кресло доставляет вас в это место. Вы выходите, общаетесь с детьми, купаетесь там, так сказать. Ну, сейчас я знаю, проектируется Unibus и Unibike. А то Unicrace какое-то будет. Нет, друзья, это как раз все составная часть. Это Unibike, который сегодня... Вот те картинки, которые на вебинарах очень любит показывать Алексей Суходой, в том, что он сопричастен именно и к созданию, и запуску системы Unibike, то есть как он их называет. То есть, по сути дела, вот оно сейчас и есть, вот это ваше индивидуальное кресло, которое сегодня стоит. То есть вот я... Я и жить буду в Unibike. А в принципе это кресло, оно раскладывается, вы можете в нем спать, то в принципе в нем можно и жить. То есть и когда жить в сети, это реально становится сегодня таким насущным термином, и в принципе вы можете в нем перемещаться. А дальше весь вопрос. Этот Unibike, он может перемещаться со скоростью 150 километров в час. Если вы крутите педали, то половина энергии даете вы, а половина дает аккумулятор. Дальше, когда этот Unibike... То есть я могу в нем и жить, и заниматься фитнесом, платя меньше за перемещение. Если мне надоело заниматься фитнесом, я могу электродвигателю это все передоверить, но мне тогда придется больше заплатить, я должен отдавать себе в этом общение. Абсолютно верно, да. И по сути дела, когда вы приехали домой, то есть вы еще... Это ваше индивидуальное пространство, потому что даже вот я живя в своем доме, когда я веду вебинары, все равно дети бегают, там громко не говори, там кто-то говорит. А это ваше пространство, которое стоит в вашем кабинете, это ваш стол, ваш стул, но он еще при этом изолирован, там идеально под вас подстроена медиа-система, аудио-система. Это ваш индивидуальный пространство. Мы так и ввели такое понятие. Вот это уже футурология, то есть когда мы начинаем вводить новые понятия, которые через некоторое время будут общепризнятыми. Это МПС, Mobile Personal Space, то есть ваше мобильное пространство, которым и является по сути юнибайк. То есть это ваш индивидуальный стул, ваш индивидуальный рабочий кабинет, ваше индивидуальное, скажем так, аудио, вообще ваше пространство, но при этом, вы же видите, наш юнибайк, он очень хорошо напоминает чемодан. Но это интересно, логика такая, вы путешествуете не с чемоданом, а вы путешествуете в чемодане. То есть по сути дела, это внутреннее пространство, и когда это все становится потом уже в скоростной юнибус, то это становится индивидуальным купе. И по сути дела, юнибусы это набор из юнибайков, которые перемещаются, потом они опять встают на небольшие рельсы, на станции пересадки, и таким образом вся система начинает работать автоматически. То есть вы сначала путешествуете на своем юнибусе, потом он ставится в скоростной юнибус, уже как составная часть. Дальше через тысячу километров он из него уходит, опять встает в трассу, едет по Парижу, и таким образом это все происходит в автоматическом режиме, и вы бы к этому даже не применять никакого участия. Прекрасно. Допустим, мне захотелось съездить в лес пособирать грибы. Каким образом я это делаю? Используя свое индивидуальное пространство? Это еще одно очень интересное футурологическое понятие, которое именно дает сейчас технологическая школа инженера Юницкого. То есть когда наш юнибайк приходит к лесу, где есть струна, естественно, каждый лес, каждому дереву не пройдет. То дальше происходит следующая, как мы называем, метаморфоза. То есть подвижной состав, то есть тележка, к которой прилетен наш юнибайк, отсоединяется. И ваша кабина, ваше кресло переставляется уже в платформу джипа, где стоит четыре колеса, мотор-колеса. Это платформа джипа. Вы берете джойстик и управляете с ним, перемещаетесь по лесу уже непосредственно в специально подготовленном, как мы это назвали сейчас, метамобиле. Вот. Прекрасно. Грибы пособирал, мне захотелось половить рыбу. Я подъехал на берег реки. Что мне делать? Значит, происходит, просто должна быть определенная станция пересадки, где вашу кабину переставили в катамаран, который плавает. И вы в этой же кабине можете спокойно плавать по озеру, ловить там рыбу. Все, так сказать, более я могу сказать, что если дальше уже предвосхищая ваши вопросы, а если вы приехали... Вы уже догадывались. Да, если приезжаете, а там, где болото или снег, значит, вы пересаживались либо в болотоход, либо в снегоход. И таким образом это устройство, это метамобиль, где у вас только ваше пространство, а все остальные устройства, они являются составной частью. И таким образом вы можете трансформироваться в джип, в городской автомобиль, если там нет струны, в болотоход, в снегоход, в катамаран. Наверное, можно даже летать, если это будет составной частью вертолета. То есть Skyway не отменяет все предыдущие четыре типа транспортных средств, но он каким-то образом видоизменяет их и перенимает из них то, что может быть использовано в будущем, то, что может быть совместимо. Да, это мы как раз делаем как составная часть, потому что самое комфортное перемещение, естественно, будет по струне, потому что, когда вы идете в струне, в автоматическом режиме, вы занимаетесь своими делами, вы в интернете, вы работаете, вы можете заниматься спортом. Когда вы управляете джипом или глиссером, то вы не можете в автоматическом режиме, то есть это уже ручное управление. То есть в этом как раз сегодня недостаток всей сегодняшней транспортной системы, она требует человеческого управления. Skyway не требует автоматического управления, поэтому, когда вы двигаетесь по струне, вы абсолютно, это можно применить концепцию мгновенного перемещения, когда вы занимаетесь спортом, общаетесь в интернете, при этом вы перемещаетесь. Как только вы переходите в сегодня традиционный транспорт, то есть вы становитесь частью традиционного, то от вас уже требуется управление. Либо нужен водитель, кто будет управлять, грубо говоря, двухместный, кто-то управляет, а вы со своим блоком уже пассажир. Но это резко удорожает перемещение, понимаете, да? Поэтому как раз это очень такой хороший вопрос, чем отличается и как они будут сопрягаться. И со временем, чем больше мест будет приходить струна, тем меньше будут требоваться вот этих вот трансформеров или, как мы их называем, метамобилей. Хорошо, понятно, перемещение. Вот сейчас у нас есть бумажные паспорта, визы и прочее. Вот вы говорили про чип в голове, главное, чтобы не пуля, да? Может быть, каким-то менее травматическими средствами можно будет вот эти перемещения оформлять. А где будет храниться информация? Может быть, что-то типа часов или какое-то устройство? Я вам сразу могу пример. как только появились вот первые смартфоны, ну, даже не смартфоны, они, кто помнит, это Sony Ericsson, потом HTC стал делать, это еще не были смартфонами до Джобса, а это были просто с большим экраном. Я сразу это увидел, я сразу понял, что будет, я даже спорил, что будут экраны, которые будут там более 10 сантиметров по диагонали. Сегодня уже все 12-14, это реальная вещь. Это, то есть, мне как прогнозисту это было очевидным. И когда появились первые вот эти большие Самсунги, надо мной некоторые смеяли, зачем тебе такая лопата. Сегодня я редко вижу человека, который без, и даже определенные мы очень близкие люди, которые раньше говорили, я никогда такую лопату не бывал, сейчас говорят, я бы чуть-чуть еще побольше экран, потому что планшет не очень удобно. Это говорит о чем, что логика развития с точки технической, она очевидна, и мне тогда было очевидно. Сейчас я тоже покажу пример. Я очень всегда люблю, уже вот несколько лет пользуюсь часами, которые совмещены с компьютером, с Самсунгом. Часы футуролога. Ну, скажем так, это я уже привыкаю к футурологии, то есть я приучаю. То есть логика такая, что в наручных часах будет совмещено все. Это будет и паспорт, и карточки, и связь, и вся информация, которая есть, и управление вашим персональным юнибайком, которым вашим МПС, мобилом, персоном, спейсом. Это все будет через часы. Мы даже ввели такой опять с точки зрения футурологии новое название, как Debeiser. Вот, может быть, мы его назовем Sky Debeiser. Вот, это средство, без которого вы не можете существовать. То есть без него ваш юнибус не поедет, без него вы не можете ничего платить, без него вы не можете войти в связь, а ваш персональный юнибус это будет передвижная станция, в которой будет компьютер, который будет раздавать Wi-Fi, потому что сигнал он будет брать изнутри оптикового окна, который находится в ряде, а вы, находясь на расстоянии несколько километров, всегда будете с ним на связи. Поэтому никаких чипов не будет, это все абсолютная глупость. Просто будут персональные часы, которые под вас будут настроены, вы их одеваете, без отпечатка пальцев они не могут сняться, не могут одеться. И, соответственно, в этом будет вся жизнь. И если вы их каким-то образом лишаетесь оставлять, то вы сразу выходите из информационного поля, то есть вы без денег, без связи. Вы выходите из транспортного поля, вы не можете никуда ни поехать, ни приехать. И, соответственно, вы выходите из вообще из социального поля, потому что вас никто не может идентифицировать. Поэтому это будет как раз средство, которое абсолютно заменит чип, но которое абсолютно технологически. Поэтому все глупости эти с чипами в голове я бы рекомендовал выкинуть из головы, и это пугалки, я не знаю там для кого. Я могу тоже дать, правда, краткосрочный прогноз, что скоро будет выпущен смартфон Skyway, и это будет главный инструмент инвестора нашего проекта. Ну, я могу сказать, что не раскрывая определенных тайн, во всяком случае, мы очень надеемся, что мы успеем это сделать даже к Октябрьскому форуму, так сказать. Вот, но если чуть-чуть даже это затянется, да, обязательно должен быть свой Skyfond, где должен быть свой личный кабинет, своя платежная система, а со временем еще и оборот акций и так далее, и так далее. Поэтому мы в этом направлении активно работаем. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Было очень интересно с вами побеседовать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystem.com. Тогда вы не пропустите интервью, которое будет ровно через 10 лет, когда мы снова встретимся с Сергеем Анатольевичем в 2026 году и посмотрим, в чем он был прав, а в чем ошибся. А пока строй Skyway! Спасай планету!